здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале ночь мы пережили но состояние у нее плохое у нас кастроэнтерит это очень ну это вирусное заболевание очень тяжело лечащиеся лечащие каплями вот полночи я была с ней вот здесь вот застелила все у меня тут видите клеенками чтобы было легче убирать запах конечно жуткий вот этого кала знаете как тухлая рыба вот ты моя девочка ничего мы все переживем она грязная мыть нельзя пытаюсь влажными салфетками но не получается много присохла и стала и уже мучить дом подлечиться да уже искупая ее на мою шампуньками чтобы она вкусно пахла пока не хочу к ней особо приставать здесь у нас теплая бутылочка лежит на всякий случай если вдруг ей будет холодно на может головку положить на теплую бутылку в общем сегодня у нас тяжелый день я знаю что многие переживают пишут мне комментарии как собака ночь пережили состояние ну не знаю мне кажется по мне так как я к паникюрша по мне критическое вот врач говорит средней тяжести потому что она встает на лапы значит все еще все не так плохо вот рвет также также понос уже ходит она под себя если вчера она еще просилась выходила на улицу то после второй капельницы мы вчера сделали две капельницы после второй капельницы она начала ходить под себя вот ну как бы при гастроэнтеритии это абсолютно нормально потому что стул очень жидкий еще плюс рвота бессилие вот капельницы дорогие вот у нас выходит одна капельница 1300 сегодня нам нужно сделать их три плюс сказали на всякий случай сделать узи узи надо записываться предварительно вот сейчас будем название сейчас раннее утро я вам записываю видео вот сейчас позавтракаем будем обзванивать поликлиники чтобы сделать узи там где мы лечимся там нет оборудования вот поэтому сделаем музей посмотрим главное чтобы все с кишечником было хорошо ну как бы остальное понятное дело что сейчас идет сильное воспаление ребенок звал я отвлеклась в общем сегодня тяжелый день буду вам конечно же все рассказывать по возможности я буду снимать вот но у ветврача я только фотографирую как то не знаю пока еще не дошла до того чтобы там что-то снимать наверное и как станет чуть-чуть получше я смогу сейчас конечно я в таком состоянии пока не знаю пока в шоковом наверное потому что я вообще не ожидала я даже не знаю характер собаки и мы даже не успели с ней поиграть ничего она как приехала она уже ничего не ела я об этом уже говорила и в ночь она начала рвать вот на следующий день уже после обеда у нее начался вот этот кровавый понос характерный для это и тогда гастроэнтерита ну как то так хорошо что мы обратились к ветеринару сразу как бы да как поняли что что-то неладное как она начала вот эту пеной рвать вот сразу же утром мы поехали мы сделали и капельницу я думаю это повлияет на скорейшее выздоровление тут вот еще щенок щенок и сынок щенится очень все переживают за нее все пытаются ей как-то помочь но мне нравится в мои дети они видя как бы как она мучается они не подходят они только спрашивают мама как собака что с ней нормально дешевать ладно мои хорошие не буду снимать долго видео мы боремся за жизнь я не собираюсь вдаваться да это наверное единственное позитивное пока что я могу сказать что во мне еще есть силы силы сидеть с ней ночами силы убирать лечить вот конечно сложная и морально и физически и финансово в том числе да не хочу жаловаться на все вы знаете что мы только обустраиваемся в новом доме еще нужно купить кучу мебели а мы вот сейчас кучу денег потратим на собаку но это как бы видео не об этом это как бы все все и так понимают я хотела еще попросить написать комментарии тело у кого был гастроэнтерит у щенка через сколько вот такое состояние кончилось специально снимаем без вспышки чтобы как-то и не навредить там глаза не насветить поэтому наверно может быть и кадр будет не очень вот но бы большая просьба напишите пожалуйста вот как у вас это все проходило сколько дней собака была в таком состоянии у нас получается второй день такое состояние и второй день сейчас вот будет капельницы мы на 930 записаны на капельницу потом вот на сейчас будем дозваниваться до узи так вот она еще как-то все время делает мне кажется это от того что она часто может рвала вот немножко как-то как хрипы какие-то нормально это не нормально вот вчера врачу сказали она вроде бы сказала что как бы ничего страшного нет ладно сейчас еще узи сделаем будем будем бороться все мое хорошее не буду снимать долго видео пошла позавтракаю покормлю детей потому что все голодные а мама с собакой всем любви удачи чтобы ваши собачки никогда не болели и детишки и вы чтобы все у вас было хорошо вот так вот видите как она делает вроде бы как будто может быть пытается да как или срыгнуть или даже порычать не нравится свое состояние такое вот спасибо за поддержку очень многие поддерживают пишут добрые комментарии конечно же это все как-то знаете силы появляются прочитав комментарии как-то воодушевляешься и появляются правда появляются силы идти дальше все мои дорогие все пошла всех кормить